Президент Молдовы выступил перед депутатами Государственной Думы. И это, конечно, премьера для Молдовы. В своем выступлении, равно как и на встрече с председателем Госдумы, он выделил ряд моментов, которые должны присутствовать в молдороссийских отношениях. И обозначил перспективы изменений, которые должны произойти уже после парламентских выборов. Разумеется, не все политические силы в Молдове поддержали видение главы государства. Правые обрушились с ожидаемой критикой, левые также ревностно следили за каждым словом и шагом. Итак, что же нового привнесли встречи в Москве в молдороссийские отношения? Выиграют ли от них молдавские граждане? Ну и, конечно, как они скажутся на внутриполитической ситуации? Это главные вопросы сегодняшнего эфира. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня говорить со мной на эти темы будут Валерий Угилецкий, вице-председатель парламента. Добрый вечер. Добрый вечер. Влад Батрынча, исполнительный секретарь партии социалистов, депутат парламента. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я вот узнала такой факт, что в этой Государственной Думе только пять глав государств или парламентов выступали со своими месседжами, со своими речами и обращались к депутатам. Вот этот факт, что наш президент тоже выступал в Государственной Думе, вас обрадовал или нет, господин Гелецкий? Ну, надо признать, что тот факт, что президент Республики Молдова говорил в Думу Российской Федерации, является, скажем, определенным событием, имеет определенное политическое значение. В нашем парламенте тоже бывали личности, которые посещали парламент и говорили, их не так много. Поэтому определенная практика говорит о том, что в парламентах национальных государств не так часто выступают главы иностранных государств или премьер-министры. Поэтому, с какой-то точки зрения, да, это, скажем так, и для президента, для тех, которые его поддерживают, это является значимым событием. Ну, с другой стороны, как вы сказали, есть и критическая сторона, есть те, которые не полностью одобряют позицию президента по некоторым вопросам. Поэтому можно и критически смотреть на визит господина Дадона в России, на то, что он говорил, будучи в Думе Российской Федерации. То есть есть и положительные, и есть и отрицательные, скажем так, с моей точки зрения, я всегда стараюсь как бы взвешенно подойти вот к таким событиям. Надеюсь, в ходе этой передачи мы выясним еще некоторые моменты и критические, и положительные. Поэтому я дам возможность и господину Батрынчу, поскольку я так понял, он лично там был. Да, господин Батрынчу лично присутствовал в зале. Он, наверное, может больше сказать, чем я могу вам сказать. Мы рассчитываем на это, господин Батрынчу. Делитесь, какая была обстановка, атмосфера, что говорили за кулисами? Спасибо. Ну, во-первых, помимо официального визита президента в Госдуму, хочу сказать, почему и мы там находились. 13 депутатов фракции социалистов во главе с представителем фракции Зинаидой Гречаной. У нас в эту сессию были запланированы межфракционные встречи, так как мы, как фракция парламентская, мы имеем соглашение о сотрудничестве с двумя фракциями Государственной Думы. Фракция «Единой России», фракция «Справедливая Россия». У нас остались и наши межфракционные встречи, обсуждения. Но, безусловно, мы присутствовали во время непосредственного выступления президента Игоря Дадона, мы присутствовали в зале Думы, в гостевой ложе. Хочу отметить, во-первых, что по окончании выступления абсолютно все фракции Государственной Думы аплодировали, стоя. То есть, что сами наши коллеги по сотрудничеству межфракционному отметили, что это впервые. Когда приезжали иностранные лидеры, выступали, такая реакция. Отметили ряд важных вещей. Во-первых, то, что Игорь Дадон очень достойно представил Республику Молдова. В своем спиче он говорил о важности партнерства между Молдовой и Россией. И причем он расставил абсолютно правильный акцент с точки зрения того, что он говорит, что мы готовы к хорошему партнерству. Но все должны понимать и на Западе, и на Востоке, что Молдова – это независимое, суверенное государство. И в том числе и в этом дружеском, очень теплом диалоге, сотрудничестве, которое будет между нашими странами, Молдова будет исходить из своих национальных интересов. Он обозначил три блока вопросов. Первый блок – это, безусловно, экономический, взаимовыгодный блок. Второй блок касался мигрантов и гуманитарного сотрудничества. И по этим двум блокам он отметил очень хорошие результаты и в плане снятия временного на таможенные сборы для молдавских товаров в России, и в плане амнистии для мигрантов, потому что у нас там сотни тысяч наших граждан. Мне лично был очень важен третий блок, о котором говорил президент Дадона, именно необходимость преднестровского регулирования. Потому что никому это не выгодно, ни Западу, ни Востоку. И нам, самим, жителям обоих берегов Днестра, безусловно, решение этого вопроса выгодно. Это в интересах людей, это в интересах экономики. Да, президент говорил, мы в одной лодке, мы и преднестрой. Вот такая ему образная была. Поэтому была очень хорошая атмосфера, энергетика, очень хорошие конкретные договоренности, вплоть до сферы образования проектов по сотрудничеству. Я уверен, что все это будет в интересах Молдовы, в интересах людей в нашей республике. Да, потому что я спросила, какова была атмосфера неспроста. Ведь парламент — это то место, где есть разные фракции и всегда разные взгляды. Было важно узнать, что думают представители как раз этих разных фракций, как они оценивают. Всегда это интересно. Но вообще, мне кажется, что если мы будем говорить о встречах президента сегодня, а мне кажется, что это самый важный блок визита в Российскую Федерацию, то господин Володин показал такое прекрасное владение информацией о том, что происходит в Молдове. Мы смотрели, транслировалась эта встреча, мы видели, как он реагирует на выступления нашего президента. И вот в то же время, несмотря на то, что он говорил о позитивных моментах, он отметил одну вещь, мимо которой сложно пройти. Если позволите, я даже зачитаю. Он сказал так, что все хорошо, как бы понятно, что Молдова устами президента высказывается за сотрудничество с Россией. Но в то же время межпарламентские контакты России и Молдавии практически заморожены. Далее цитата. Сегодняшняя ситуация в первую очередь в минус играет и стране, и нашим отношениям, и гражданам. Из-за того, что наши межпарламентские контакты минимальны, практически заморожены, мы не имеем возможности участвовать на межпарламентских площадках в рамках межпарламентского союза и других структур. Вот так. Господин Гелецкий, вы согласны с такой оценкой спикера? Нет, ну, спикер Госдумы, он, собственно говоря, сослался на некоторые реалии, которые сегодня есть между Молдовой и Россией, что касается вот этой межпарламентской платформы. Но то, что сегодня нет полноценного диалога на межпарламентской платформе, тому есть и объективные причины. Потому что, еще раз говорю, мы разговаривали, мы указывали на некоторые проблемы, которые есть, и у меня сейчас нет всего списка этих проблем, но мы говорим и о присутствии российских войск, мы говорим и о некоторых декларациях, мы говорим и о той гибридной войне, которой мы считаем ведется, и так далее. Поэтому пока все эти вопросы не утрясутся, сложно говорить о плодотворном сотрудничестве на межпарламентской платформе. Поэтому есть опять и определенная сторона, где нам бы хотелось, чтобы этот диалог состоялся, но есть и та сторона, что пока мы не выясним принципиальные позиции по некоторым важным вопросам, сложно проводить этот диалог. Ведь же было принято решение и на уровне постоянного бюро парламента, что касается участия нашего в парламентской ассамблее СНГ и других таких форумах, где мы можем вместе общаться именно на парламентской платформе. — Вот сейчас господин Батрынчу будет отвечать на этот вопрос, но я подметила в ответе господина Гелецкого, те моменты, которые негативные, они все больше как со стороны Российской Федерации, так? Ведь я не увидела ни одного недовольства с вашей стороны, что что-то не сделали правильно наше правительство, возможно, наша власть. То есть вы возлагаете вину туда. Господин Батрынч, вы как это оцените? — Ну, конечно, у каждого есть своя политическая платформа, свои взгляды. Я не считаю, никогда не соглашусь с тем, что Россия вернет у нас гибридную войну. Наши люди работают в России, у нас там экономический интерес, мы всегда друг друга хорошо понимали. Более того, я абсолютно уверен, что и позиция руководства парламента в отношении неучастия в группе дружбы между парламентами нашими, и что касается СНГ, эта позиция продиктована внешними партнерами нынешней власти, которым невыгодно, чтобы у таких стран, как Молдова, выстраивался нормальный диалог с Российской Федерацией. Идет сегодня большая геополитическая кампания против России. Мы понимаем, почему. Большие империи ведут большие игры, ведут большие информационные войны. Но давайте скажем честно, сегодня в Молдове никто на Западе не позволит вести самостоятельный диалог, потому что никто нас не воспринимает как самостоятельного игрока, у которого может быть своя позиция по экономике, по другим каким-то, тем более по военно-политическим каким-то вопросам. Надо признать несколько фактов. Первое, это то, что у нас общее культурное пространство, духовное пространство, нас связывает гораздо больше, чем хотелось бы некоторым партнерам на Западе. Второе, у нас естественные экономические контакты, гуманитарные контакты. И нам выгодно, как государство сегодня, иметь хорошее отношение с Российской Федерацией. Я не уверен и не придавал бы Молдове колоссальное значение, что она очень полезна Российской Федерации. Мы маленькое государство, мы должны адекватно себя оценивать. Но я абсолютно уверен, что нам выгодно хорошее взаимоотношение с Российской Федерацией. Но я хочу сказать еще одну мысль, которую вчера озвучил Игорь Николаевич Додон, что Молдова хочет дружить и с Востоком, и с Западом. И Молдова не будет инструментом Запада в борьбе с Востоком, либо инструментом Востока в борьбе с Западом. Он отметил, что у нас нет таких амбиций, ни военных, никаких других. Мы будем выстраивать добрые отношения и с Россией, и с Западом, но исходя из национальных интересов Молдовы. И мы будем добиваться того, чтобы Молдова была самостоятельная внешняя политика. — Ну вот видите, такое видение, что все-таки за позиции властей господин Батрынча увидел, что это некие внешние силы. И я даже догадываюсь, какие имеются в виду. Согласны ли вы с этим? — Нет, не согласен. — Не согласен, потому что, если говорить о Европейском Союзе, сегодня страны Европейского Союза тоже имеют, скажем так, индивидуальную позицию по отношению к России. Да, есть и общая позиция, которая выражена через Европейский Совет, через Европейскую Комиссию. Но в то же самое время страны, члены Евросоюза, строят свои индивидуальные двухсторонние отношения с Россией. Поэтому нельзя говорить о том, что есть вот такая позиция сегодня Евросоюза. Или если намек делается на Соединенные Штаты Америки. Мы видели, как недавно господин Трамп встречался с господином Путиным. Поэтому мы, вот где я согласен с господином Батрынча, просто мы по-разному понимаем этот национальный интерес. Мы исходим из наших национальных интересов. И это, конечно, очень правильная позиция, что Молдова не может быть использована в борьбе с Западом или в борьбе с Востоком таким образом, чтобы это было против своих национальных интересов. Просто я еще раз говорю, мы по-разному видим этот национальный интерес. Для меня присутствие российской армии на нашей территории, когда мы говорим о нейтралитете, мы говорим о тех обязанностях, которые на себя взяла Россия. Но все-таки это не армия, это ограниченный контингент. Ну, ограниченный контингент, войск, которые находятся на нашей территории. Мы говорим о других проблемах, когда и был этот эмбарго. Да, сейчас эти вопросы как-то, они утрясены. Но тем не менее, есть политические рычаги, которые Россия использовала против нас, когда мы принимали определенные решения. Когда мы решили протифицировать соглашения об ассоциации с Евросоюзом и так далее. Поэтому мы не можем сказать, что Россия всегда доброжелательна к нашим политическим решениям. Потому что так или иначе ты уважаешь то решение, которое принимается в той или иной стране. Там есть политическое большинство завтра, может быть другое политическое большинство и так далее. Поэтому все это вместе взятое говорит о том, что есть и со стороны России определенные политические рычаги или политическое давление, которое накладывается на Молдову. Полностью говорит о том, что мы независимы в принятии решений. Я не могу согласиться. Даже тот факт, что господин Дадон довольно часто бывает в Москве, некоторые граждане это не устраивают. И в том числе политические лидеры по праву задают вопрос, почему господин Дадон идет и посещает только Российскую Федерацию. Нам важно иметь хорошие отношения только с Российской Федерацией. Я не говорю о том, что наши отношения с Российской Федерацией не важны. Они очень важны. Я это не отрицаю. Но для нас очень важно, чтобы были хорошие отношения со всеми странами. Поэтому здесь эта позиция должна быть как-то уравновешена. Я понимаю. Давайте исходить из простого тезиса, что политика это всего лишь концентрированная экономика. Вот президент всегда подчеркивал одну вещь, что почему нам нужно отношения с Россией налаживать? Потому что у нас есть экономический интерес. И потому что у нас там есть граждане. Может быть я частично отвечаю на вопрос, почему Россия одна из тех стран, которым, на мой взгляд, необходимо уделять особое внимание. Вам слово предоставлю. Во-первых, я считаю, что президент уже поборол очень многие аргументы его политических оппонентов. В том числе и у нашей власти сегодня уже частичная изоляция у парламентского большинства, у правительства. На Западе мы знаем негативные решения Европарламента, Еврокомиссии. То есть вы считаете, что изоляция не у президента, а у правящей и правительства? В этот момент, когда Европарламент жестко выступает молодой, в этот момент господин Дадон совершил официальную встречу с господином Макроном. Они обсудили аспекты молодо-французского сотрудничества, гуманитарных проектов, наметили на перспективу еще будут встречи. На большом мероприятии в Париже господин Дадон обменялся рядом мнений с госпожой Меркель и с господином Трампом. В то время, как наши многие чиновники ездят в Вашингтон только для того, чтобы попить кофе за 20 долларов в каких-то буфетах. И в надежде на то, что их примет хоть какой-то там второй заместитель генсека американского правительства. Поэтому господин Дадон сегодня общается и с Востоком, и с Западом. Раз. Второе. Господин Дадон не должен стремиться, чтобы его начали принимать и воспринимать его политический оппонент. По одной простой причине, что это не произойдет. То, что его оппоненты ездят в совершенно другие страны и работают с совершенно другими людьми. Господин Дадон победил на выборах с его платформой, за которую проголосовало более 800 тысяч граждан. В своей платформе он обещал восстановить отношения экономические и социальные, и гуманитарные с Российской Федерацией. И он свое предвыборное обещание выполнил. Он идет по своей предвыборной программе. И это главное, что должен делать политик. Неважно, он левый, правый, центрист, он должен выполнять прежде всего ту платформу, за которую проголосовали люди. Сегодняшняя власть в этом плане не может похвастаться реализацией своей предвыборной платформы. Ни зарплатами, ни пенсиями, ни другими обещаниями. Поэтому я думаю, что господин Дадон, как раз сегодня это как глава государства, тот человек, который выводит Молдову из вот этой изоляции, встречается на Западе и на Востоке, решает те вопросы, которые он обещал решить людям. Если будет реплика... А есть небольшая реплика. Дело в том, что те встречи, которые имел господин Дадон в Париже, они короткие протоколы, такие протокольные. С Макрона была официальная полноценная. Все-таки, ну понятно, потому что находился во Франции. Но тем не менее, говорить об официальных встречах с другими лидерами, которые вы назвали, или до официальных встреч, это еще не так близко. Эти встречи нужно разработать, нужно все эти, скажем так, соглашения с другими, с теми лидерами, чтобы имели эти встречи, чтобы обсуждались эти вопросы, которые касаются наших взаимных интересов. Ну, я не отрицаю, еще раз говорю, тот факт, что господин Дадон поехал в Париж, для меня это тоже. Мне понравилось, потому что это и само по себе событие, оно очень важное было событие. Все-таки сто лет со дня окончания Первой мировой войны, я всегда, и Людмила Фонси, доратывал за мир. Для меня вот эти вещи, которые призывают нас к миру, к тому, чтобы были мирные отношения между нашими странами, они очень важны. Поэтому участие в этой церемонии, это, конечно, был важный фактор. Это более важно, чем, может быть, те короткие обмены какими-то, может быть, просто репликами, не все, что репликами, приветствиями и так далее. Что касается вот тех обещаний, господин Батронич, я, с одной стороны, с вами согласен, но, с другой стороны, я говорил о той взвешенной позиции, когда у нас сегодня как бы игра в одни ворота, но это тоже немножко нехорошо для самого президента. В стране есть, все-таки президент, даже если за него проголосовали 52%, он, согласно Конституции, согласно, скажем так, принятым нормам, он представляет всех граждан Молдовы, потом он должен учитывать и позиции других граждан, которые не полностью разделяют его частые визиты в Москве, потому что люди немножко по-другому рассматривают позицию президента в наших официальных отношениях с Российской Федерацией. И здесь, мне кажется, немножко есть крен, и надо было бы выровнять, это моя позиция, потому что я очень сдержанный, я его не то что полностью обвиняю, но критически все-таки смотрю на позицию президента, когда мы выстраиваем свои отношения с Российской Федерацией. Ну, господин Гелецкий, в целом отношение к президенту стороны правящего большинства, оно очевидно. С момента избрания его президентом, в первые же дни у президента забрали полномочия, его всячески ограничивали, он не успел с кем-то встретиться за рубежом, правительство уже выходило с жестким заявлением, что он говорит от собственного лица, а не от правительства, не от государства, хотя он же глава государства. И парламентское большинство всячески демонстрировало свое отношение к президенту, и поэтому сегодня говорить о взвешенной политике со стороны правящего большинства, если бы правящее большинство было мудрее, они бы играли по-другому. Но так как играет правящее большинство, оно демонстрирует свое неуважение не только президенту, но и людям, которые за него проголосовали. Давайте скажем честно, если бы на момент выборов президентских в 2016 году у правящего альянса был бы рейтинг, то тогда во главе государства был бы экспонент политически правящего большинства. Но мы видим, что экспонент правящего большинства даже во второй тур выборов не попал. Поэтому президент проводит ту политику, которую он обещал людям. И потом вы видите его усилия в отношении выравнивания внешних отношений. Я убежден, что у него в этом плане все получится. Но мы сейчас говорим все-таки о Республике Молдова. У нас колоссальные проблемы в области экономики. И мы видим, что впервые, в прошлом году, количество закрытых предприятий было больше, чем количество вновь созданных. У нас есть проблема с оттоком населения. Почему это происходит? Нет хорошо оплачиваемых мест, нет экономики. Экономику надо запустить. Господин Додон, хорошо, не нравится его политическая деятельность. Но вот он провел впервые Молдо-Российский экономический форум. Приехали не политики, приехали предприниматели. Есть ряд договоренностей и проектов, которые для Молдовы это инвестиции нужные. Власти было бы выгодно, но пусть Додон привезет каких-то инвесторов, мы запустим экономику. Что делает власть? Выступает сразу же заявление, кого-то из бизнесменов держит по полдня в аэропорту. И таким образом демонстрируется, кто в доме хозяин. То есть какие-то даже экономические проекты власть не дает Додона сегодня реализовать. Выгодно ли это гражданам? Я сомневаюсь. У меня вот какого рода вопрос. Вот смотрите, были все эти встречи, и на всех этих встречах российские официальные лица говорили одну и ту же вещь. Хорошо, что есть диалог на уровне президентов. Очень плохо, что нет диалога на уровне правительств. И вот как мы сейчас выяснили, и на уровне парламента. Я думаю, что российское правительство пошло бы на это. Даже несмотря на антироссийскую риторику, закрыть телевидение, они бы пошли на этот диалог. Но молдавскому правительству никто не даст этот диалог. Ну вот я сейчас хочу по-другому все-таки немножечко задать вопрос. Вот смотрите, и что мы имеем? В конечном итоге вы критикуете позицию господина Додона, но в то же время мы видим, что сделали россияне за это время. Они амнистию все-таки предоставили, да, вот некоторым нашим гражданам, это уже вторая волна, это опять же пошлиные, да, это опять же, вот мы видим, то есть экономически, да, мы видим какие-то вот результаты. Как вы думаете, вот в этой связи молдавское правительство могло бы хоть какие-то шаги сделать навстречу? Ну вот точно так же взять и сказать, вот мы в отношении Российской Федерации снимем вот какие-то вот такие запреты, или вот это вот можем сделать, могло бы? Ну я не знаю каких-то официальных запретов в наших отношениях с Российской Федерацией сегодня со стороны правительства. Может быть я не что-то как бы, я упускаю чего-то, но таких официальных запретов нет. То, что есть вот эти, может быть, не совсем доверительные, открытые, плодотворные отношения, да, я соглашусь, но сказать о том, что есть официальные какие-то... Ну вот по-русски, вот запрет в отношении, я позволю себе пример привести, это трансляция российских информационных и аналитических программ, например, вот такой пример. Ну вот этот пример я уже объяснял, господин Батрыч, я не согласен, но я считаю, что есть гибридная война, и не только мы это считаем, не только Молдова это считает, считает это и другие страны, и мы свидетели тому, что мы живем в таком мире сегодня... Украина и Прибалтика, да? Ну и Украина и Прибалтика, и западные страны, и в том числе и Америка тоже соглашается с тем, что сегодня используются новые методы борьбы между странами и так далее. Поэтому эти вещи нельзя их просто отрицать. То есть вы не видите каких-то моментов, где вот, например, точно так же могла быть продемонстрирована добрая воля к улучшению отношений? Если бы был запрет на российские или русские фильмы, другие передачи, которые пользуются большой популярностью в Молдове, и люди смотрят их, просто любят смотреть эти передачи, тогда вы могли бы обвинить, что была позиция просто чисто против русскоговорящих. Мы говорим о политической составляющей, и даже если вы не согласитесь, но в этих передачах есть очень такая, скажем, сильная пропагандистская нота, и она очень часто субъективна, она тоже намеренно распространяется для того, чтобы людей расположить против нынешней власти и так далее. Это тоже ненормально, понимаете, в чем дело. Господин Батронич, а что могло бы сделать наше правительство, чтобы продемонстрировать добрую волю и сказать, что мы тоже готовы к диалогу? Ничего, они не самостоятельно, они никогда не смогут себе позволить так сказать. Не сумеют позволить им так сказать. То, что у них тогда пропадет и МВФ, и все те остатки финансирования, которые есть. Это геополитическая повестка дня, которая одобрена, которая принята, и правительство сегодня не самостоятельно. Что касается информационной войны, она, конечно, ведется. Если вы посмотрите на мониторинге, на дайджесты, у нас десятки, сотни сайтов, которые финансируются с Запада. Если с России вы насчитаете 3-4 сайта, которые каким-то образом хромая работают. У нас сегодня целый ряд телевидений получает напрямую деньги от шведского, американского правительства, других европейских канцелярий. У нас сегодня наше вот это так называемое гражданское общество получило за 9 лет более 200 миллионов евро на различного рода прозападные проекты. А ведет гибридную войну Россия? Да если бы они хотя бы ее вели, знаете как. А в России идет войну, ведет войну, да. А где русские? А русские не пришли. Вот это мне напоминает. Господин Гелецкий является вице-представителем парламентской ассамблеи Совета Европы. Он прекрасно знает резолюцию Совета Европы по масс-медиа, который очень четко говорит, что никакая попытка вводить информационную безопасность не должна ограничивать свободу СМИ. Более того, Совет Европы рекомендует в данном случае правительству и, так скажем, правящему классу создавать более конкурентоспособные медийные продукты. А у нас же они ничего не могут сделать, чтобы люди перестали строить российские телевидения. Поэтому, к сожалению, ситуация такова, что за людей принимают решение, что у нас ограничивают демократию, свободу слова, свободу СМИ. И это делает не Российская Федерация. Ну вот, визит проходил еще на фоне того, что россияне активно комментировали инициативу либералов. Я знаю, что либералов это у нас отдельная фракция, но тем не менее, смотрите, что интересно, они по поводу русского языка, использования парламентариев, есть ведь такая инициатива. За полный запрет, чтобы не выступать на русском языке никто не мог, тем более документы, ничего вообще, чтобы русского не пахло. Как в Украине, это те же лекарства, в Украине сегодня запретили разговаривать, вообще разговаривать о русском языке. Я считаю здесь то, что было заседание одной комиссии, вот на заседании этой комиссии как раз за эту инициативу проголосовали и демократы, и либерал-демократы, и, конечно же, сами либералы. Я не знаю, вы можете сейчас сказать свою позицию, она мне тоже очень интересна, но как это расценивать, если представители партии как-то не допадут? Небольшую реплю хотел дать господину Батрынче по поводу того, что это власть не самостоятельная. Чуть раньше господин Батрынче говорил, что резолюция Европарламента раскритиковала наше правительство, поэтому какое-то противоречие возникает. Либо мы самостоятельные, либо мы не самостоятельные. Если бы мы были не самостоятельные, делали все, что нам Запад указывает, значит, нас бы не критиковали так сильно. Может, вы скажете, от кого конкретно не самостоятельно, тогда чтобы не было путаницы? Да, и это раз. Во-вторых, вот аргумент с не самостоятельностью, он может повернуться и против вас, потому что многие как раз считают, что господин Дадон ездит в Москву чаще, чем какой-то российский губернатор. Поэтому это тоже надо внимательно, почему я говорю, что нужно и во внешней политике так умеренно, взвешенно подойти, иначе тоже так получится, что, а мы что, какая-то российская губерния, или все-таки мы независимая страна? Надо осторожнее, иногда получается, что... Да, мы не губернатор, и не американская колония, и не российская губернатор. Согласен, согласен. Но потом я говорю, вот это принцип бревна и соломы надо рассмотреть, потому что, когда кого-то обвиняют, чтобы это обвинение было, то протестивали. Но господин Дадон не призывал закрывать европейское телевидение и не делал никаких конкретных шагов. Что касается свободы СМИ, я согласен, конечно, средства массовой информации должны обладать свободой, но это не говорит о иностранных средствах массовой информации, мы говорим о наших национальных, о местном продукте. Поэтому, пожалуйста, здесь на вашем телевидении вы можете сколько передать хотите на те или иные темы, никто не должен вас ограничить. Новый кодекс говорит о европейском контенте. У них сейчас обязательство по новому кодексу заключить контракт с каким-то европейским телевидением и ретранслировать. Это новый кодекс, не все депутаты даже прочитали, уважаемый господин Батронович. Я не про вас сейчас говорю, я просто вам говорю, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю, но тем не менее за него проголосовали. Что касается румынского языка и той инициативы. Понимаете, вот эта инициатива, она же не ограничивает никого, чтобы он, скажем так, участвовал в выборах, чтобы его избирали. Но все-таки надо признать, что за эти годы, уже более 27 лет независимости, мне кажется, каждый государственный чиновник или депутат, или министр, он должен понимать и осознавать, что он должен знать официальный язык этой страны. И здесь элемент, потому что когда господин Дадон говорит, что мы будем защищать русский язык, но мы говорим о национальных меньшинствах. Как язык межнационального общения. Это важная деталь. Важная история. С другой стороны, нельзя упускать, что есть национальные меньшинствы. На этой неделе, буквально вчера, мы открыли, мне довелось себе, была такая честь открыть экспозицию по поводу столетия образования Чехословакии. Ну и был и посол Чехии, и посол Словакии. А затем была программа хорошая из Фурбайска, Гульского района. Эти дети выступали на чешском, национальные танцы и так далее. То есть все это вместе взято и говорит о том, что мы должны учитывать и языки этих национальных меньшинств. Мы не можем только ратовать за один язык. Но самое важное, мы не должны упускать из виду роль официального языка. Я его называю румынским. Я знаю, что многие его называют молдавским. Но даже суть не в названии языка. А суть в том, что граждане страны уже за эти годы должны были привыкнуть к тому, что любой, еще раз говорю, государственный чиновник, будто он депутат, министр посоли. Я понимаю, да. Но вот смотрите, господин Батрынча как депутат. Хорошо, вот не берем социалистов. Возьмем депутата-коммуниста Елена Боднаренко. Она сегодня выступает на молдавском, завтра она выступает на русском. И никто не закрывает ее рот. Она так считает нужным. Я хочу узнать, что крамольного будет, если при знании молдавского языка некоторые депутаты все-таки смогут себе позволять говорить на русском. Понимаете, вот в чем проблема? В переходном периоде это как бы не проблема. Но мне кажется, мы уже должны преодолеть этот переходной период, чтобы все-таки в государственных учреждениях говорили на официальном языке. А в Европейском парламенте на скольких языках говорят? В Европейском парламенте, поскольку структура самого Европейского парламента, есть такое соглашение, что каждый говорит на своем языке. И есть перевод за эти деньги. Хорошо, давайте в парламенте Бельгии, в национальном парламенте. В национальном парламенте Бельгии, я сейчас не знаю, на скольких языках он говорит. Уважаемый господин Гелецкий, вы прекрасно знаете, что в январе прошлого года мы с вами, по-моему, вы тоже голосовали за европейскую хартию региональных языков, которая обязывает национальные правительства создавать условия для сохранения этносов, для сохранения культур малым народом. У нас сегодня парламент отказался рассматривать проект, чтобы аннотации к лекарствам переводили на русский язык. Но вы бабушку 90-летнюю не поведете на курс. Я вас уверяю, я сяду с 10 людьми, которые знают молдавский, румынский язык, и они многие не знают медицинскую аннотацию, потому что она сложная медицинская терминология. Парламент отказывается переводить, чтобы лекарства были переведены. У нас в данном случае не создаются условия. Совет Европы говорит, что должен быть отдельный бюджет, в государственном бюджете отдельная статья, для сохранения этносов, культур, и чтобы никто, ничьи права не нарушались. У нас в составе правительства вы не найдете ни одного представителя, кроме Башкана Гагаузии, который просто входит по структуре, по закону. Вы не найдете ни одного представителя меньшинств. Хотя, опять же, Совет Европы говорит, что во всех органах центральной власти должны быть они. Вот если бы выстраивалось это все, были бы гармоничные отношения. А есть перегиб, когда их вообще не принимают в данном случае, их какие-то интересы, права, и поэтому люди и критикуют, поэтому люди и возмущаются. Я почему и привел этот пример села Хулуба, и как, именно как вы сказали, чтобы сохранить этот этнос, сохранить вот тот дух, сохранить язык, культуру. Но, к сожалению, очень часто, когда мы говорим о национальных меньшинствах в Молдове, мы все сводим к роли русского языка. И здесь, мне кажется, неправильно. Но они говорят на этом языке. Ну, опять, видите, как вы сами как раз подтвердили тот аргумент, который сказал, если мы хотим сохранить тот этнос, то надо сохранить его. Я, кстати, подошел, после этого спросили их, как они дома. Они не сказали, ну, я, по крайней мере, так услышал и обрадовался, скажут, что они дома говорят на чешском языке. Потому что я спросил, вот я даже не знал, например, что вот в Кагульском районе они до сих пор говорят на чешском языке, они хранят эти традиции. Потом вот здесь роль государства как раз в том, чтобы и дальше сохранился этот этнос. Вы знаете, мне кажется, было бы очень справедливо, раз так вот правящее большинство, я сейчас не говорю конкретно о вашей позиции, я говорю о позиции правящего большинства, раз оно так печется. О том, чтобы языки национальных меньшинств использовались. Давайте создадим новый законопроект, в котором напишем, что представители национальных меньшинств будут иметь право, если они считают, пусть выступают на болгарском, на гагаузском, ну, почему нет, пусть сидят переводчики, понимаете, и тогда, нет, потом все сядут посчитают, как это все, понимаете, вот, скажут, дешевле, чтобы на русском. Ну, у нас, во-первых, нет нормативной базы сегодня законов, потому что в тот момент, когда Конституционный суд в очередной раз просто поменял правила игры, сказали, что вот это, десуэтитудене, лечик приверла функциональ лимбилор, они признали устаревшим. И, соответственно, сегодня у нас нет законодательства, раз. Второе, Совет Европы не Евросоюз, я говорю сейчас Совет Европы, он говорит, что нужно выделять конкретно все эти вещи, они стоят денег. И при формировании бюджета парламент должен учитывать, что это какие-то расходы, начиная от образования, медицины и заканчивая сохранением их культуры. Это какие-то расходы. Этого сегодня в Молдове нет, конечно, но было бы хотя бы желание. Я считаю, что власть сама себе создает головную боль, когда они фокусируются на вот этих вещах. И я очень коротко хочу сказать, я господину Гимпу привел пример, когда он в очередной раз курилки попытался прочитать лекцию. Ему сказал, господин Гимпу, в отличие от вас, мы открыли курсы, бесплатные курсы преподавания госязыка у нас в Кишиневе и в Бельцах. Через три месяца, даже быстрее, чем через три месяца, мы просто начали задыхаться, потому что было очень много желающих. Люди хотят идти учить бесплатно. Но если ты великий борец за румынский, за молдавский язык, ну что тебе мешает? Ты во власти, создай эти курсы, мотивируй людей, ведь надо создавать людям стимулы. А когда ты это делаешь через запреты, ну понятно, что это не стимулирует людей. Мы должны найти ключи ко всем людям, мы должны каждому гражданину, создать ему систему мотивации. И не только систему мотивации, но и систему получения. Если ты уже вышел из академического пути, школа, университет, то тебе государство может создать условия. И здесь надо менять подход, если мы хотим жить в современном государстве. Хотела поговорить, у нас времени уже мало, о совместном заседании с сегодняшним правительством Молдовы и Румынии. Кстати, многие усмотрели в этом как раз ответ праве демократической партии, правительства на визит социалистов в Россию. То есть, ну почему не Европа? Потому что сейчас есть как раз проблемы, мы знаем после резолюции, вот поэтому поехали в Румынию. И там вот заключили совместные... Ну, политологи некоторые уверены, что это так, можно с ними спорить, можно соглашаться, можно нет. Но я хочу еще напоследок спросить. Вот смотрите, демократы, вот мне сложно прогнозировать даже, да, что на какой-то стадии будет ими принято. Потому что, с одной стороны, там, то говорят о евроинтеграции, да, вроде бы потом эта тема как-то аккуратненько у нас в сторону. Про Молдову. Да, потом язык. Вот сейчас вот про Молдову я пытаюсь искать, что это доктрина. Я пытаюсь вот сейчас понять, если можно, включая отношения с Россией, да, вот это их новая доктрина. Вот как нужно понимать, как теперь, до следующих, по крайней мере, выборов парламентских, будут строиться отношения с Российской Федерацией? Если можно, очень коротко, времени уже нет. Господин Гелевский. Ну, наверное, представитель этой партии должна ответить на этот вопрос. Я понимаю, ну вот вы как-то... С моей точки зрения, я всегда ратовал и буду ратовать за хорошие взаимные отношения с Российской Федерацией. Как если будем государством? Но учитывая контекст, что когда-то Молдова была в Советской Республике, понятно, что у нас более как бы тесные связи, исторические, культурные и так далее, экономические. Ну, я бы с этим не согласился, но я согласен с тем, что у нас должны быть хорошие, взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией на всех уровнях, и культурных, и экономическими и так далее. Я поняла. Господин Батронич. Ну, я очень хочу верить, что когда-нибудь мы найдем вот ту самую золотую середину, взвешенную политику, и хватит мудрости нашему политическому классу всему, чтобы уметь вести равный диалог и с Западом, и с Востоком, чтобы уметь продвигать свои национальные интересы, пользоваться вот международными площадками, в которых Молдова участвуется. Не для того, чтобы представлять там чужие интересы, а то, чтобы представлять интересы Молдовы. И я очень хочу верить, что вот именно в этой позиции мы сумеем объединить страну, найти общий язык со своими гражданами, объединить всех, независимо от языка, независимо от национальности, и создать людям какие-то серьезные национальные проекты, идеи, чтобы люди видели какую-то перспективу, чтобы что-то людей объединило. — Я благодарю вас и вас, господин Гелецкий, за то, что мы с вами сегодня беседовали на эти не очень, я думаю, простые темы, как показал опыт. Хотелось поговорить, конечно, и о новом регламенте сегодня, который принял парламент, но я думаю, что это у нас уже будут темы следующей программы, потому что об этом говорить нужно. Наш парламент не перестает принимать яркие законы, даже напоследок. Поэтому вам спасибо, а зрителям доброго вечера. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова